Никто не идеален, но некоторые люди даже близко не соответствуют этой характеристике. В этот список попали некоторые из самых популярных исторических личностей. На первый взгляд, они кажутся замечательными людьми, но при более близком рассмотрении выясняется, какими испорченными и своего рода ужасными людьми они были на самом деле. У Махатмы Ганди, возможно, одного из десяти самых миролюбивых людей всех времен, была гораздо более серьезная проблема, чем британская власть над Индией. По словам биографа Ганди Джада Адамса, у Ганди была зависимость от секса. Он даже оставил своего умирающего отца ради того, чтобы в это время заняться сексом с женой. В то время ему было 15, а ей – 16, и стыд из-за этого проступка заставил Ганди навсегда отказаться от похотливой любви. По крайней мере, так казалось. В возрасте 38 лет он дал официальный обед целомудрия, но регулярно проверял его необычными странными способами. Чаще всего такая проверка заключалась в том, что он спал рядом с женщинами в обнаженном виде. Это может показаться мало связанным с целомудрием, и вы будете правы. Ганди на тот момент был мужчиной средних лет, спящим в голом виде с девушками вдвое моложе него, а иногда даже с несколькими девушками одновременно. Само собой, такое поведение было неприемлемо для окружающих. По мнению Ганди, каждый индиец должен соблюдать строгое целомудрие, вплоть до того, чтобы никогда не жениться. Если же люди, давшие обед целомудрия, всё же женятся, они никогда не должны заниматься сексом. Тем временем, женатые последователи Ганди были изолированы в его резиденции. Им было приказано никогда не заниматься сексом и принимать холодные ванны, если они чувствовали растущее возбуждение. Таким был настоящий Ганди. Он отлично подходил для роли борца за независимость Индии, но молодым женщинам стоило держаться от него подальше. Критиковать мать Терезу, ставшую Святой Терезой в 2016 году, почти кощунственно. Никто не сделал больше для помощи бедным и больным, так ведь? Ну, не совсем. Согласно имеющейся информации, истинные мотивы матери Терезы на самом деле были эгоистичными, и она уделяла меньше внимания помощи людям и больше увеличению числа приверженцев своей религии. Миссии матери Терезы редко помогали бедным больным людям стать здоровыми. На самом деле, большинство из этих мест были грязными, в них не хватало врачей, еды и практически не было обезболивающих. Тем не менее, Тереза считала страдания прекрасными, как будто они делали мир лучше и духовно чище. Это стало известно, потому что она сама так сказала. «Есть что-то прекрасное в том, чтобы наблюдать за тем, как бедные люди принимают свою долю и переносят её, как страсти Христовы. Мир много выигрывает от их страданий» Естественно, это не относилось к самой Терезе, которая получала полноценное лечение, когда ей это было нужно. Многие знают Уинстона Черчилля за его усилия в борьбе с нацистами во время Второй мировой войны, но, как оказалось, он сам был сторонником превосходства белой расы, у которого было гораздо больше общего со своими врагами, чем хочет показать история. Согласно книге Ричарда Тоя, Империя Черчилля, молодой Черчилль принял участие в том, что он назвал множеством веселых маленьких войн против варварских народов в Африке. Он считал, что африканцы проявляли насилие по отношению к британцам не потому, что европейцы вторгались на их землю, а потому, что у них была сильная исконная склонность к убийству. Позже, когда Черчилль стал членом парламента, он выступал за расширение масштабов войны против меньшинств, утверждая, что люди арийского происхождения обязаны победить. О курдах, пытавшихся обрести независимость от Великобритании, он сказал, «Я решительно поддерживаю использование отравляющего газа против нецивилизованных племен. Это посеет эффективный террор» Веселые маленькие войны, эффективный террор... Кто бы мог подумать, что Черчилль говорил точно так же, как злодей из мультфильма 80-х годов? Черчилль также не был сторонником усилий Ганди избавить Индию от британского правления, сказав, «Я ненавижу индийцев. Это отвратительный народ с отвратительной религией» Он не смягчился, когда стал старше. В 1943 году, между воодушевляющими речами о том, что он никогда не сдастся, премьер-министр отказался помочь Индии пережить жестокий голод, в результате которого погибло около трех миллионов человек. Черчилль обвинил в трагедии самих индийцев, заявив, что это их вина за то, что они размножаются, как кролики. Неудивительно, что президент Обама не хотел, чтобы бюст этого человека был в Белом доме. Если у вас есть какая-то продукция Apple, то вы в долгу перед Стивом Джобсом. Тем не менее, этого человека не стоит боготворить, что совершается довольно часто. Он был безжалостен. Согласно документальному фильму Стив Джобс – Человек в машине, Джобс был тем ещё козлом. У него родилась дочь, но он отрицал, что она от него, поэтому девочка не видела отца на протяжении многих лет. Он также заключил контракт, в соответствии с которым китайские фабрики производили продукцию Apple. Но условия работы на этих заводах были настолько плохими, что доводили рабочих до изнеможения. Некоторые из них покончили жизнь самоубийством из-за сумасшедшего темпа производства iPad и iPhone, помимо прочих устройств. И к слову об айфонах, однажды пропал прототип телефона, и журналист вернул его Джобсу. Вместо того, чтобы отблагодарить его, Джобс устроил обыск в доме журналиста, при этом все его файлы и компьютеры были конфискованы. Ни слова не сообщается о том, были ли во время рейда в его доме найдены резервные водолазки. Уолт Дисней ведь создал Микки Мауса! Насколько плохим он мог быть? Оказалось, что очень плохим. Он был больше похож на злую ведьму, чем на белоснежку. Как показал Нил Габблер в своей биографии «Триумф американского воображения», Уолт был расистом, и не только потому, что он снял песню Юга. Сообщается, что он был из тех людей, которые называли семь гномов кучкой с запрещённым словом на букву Н, что не просто ужасно само по себе, но и не имеет никакого смысла. Он также использовал на собраниях такие термины, как негритята, что было старомодным и оскорбительным термином для чернокожих детей. Кроме того, у него были проблемы с женщинами. Как сказал один из сотрудников компании Disney, Ward Kimball, он не доверял ни женщинам, ни кошкам. В письме, которое Disney отправил женщине по имени Мэри Форд, желавшей работать аниматором, он подтвердил это подозрение, категорически отвергнув её просто из-за половой принадлежности. В письме он написал, «Женщины не занимаются творческой работой, поскольку эта деятельность полностью осуществляется молодыми мужчинами. По этой причине девушки не рассматриваются для обучения в школе» На почтовом бланке были нарисованы Белоснежка и Семь гномов, как будто они насмехаются над её глупой наглостью. Караваджо был очень уважаемым художником эпохи Возрождения, но он также был и убийцей. Разоблачение 2002 года раскрыло, почему Караваджо убил человека по имени Рануччо Томасони. Давно считалось, что Караваджо убил Томасони в 1606 году, но большинство считало, что это произошло в результате ссоры из-за теннисного матча. Однако, согласно новым данным, проблема заключалась не в том, что Караваджо был плохим спортсменом, а в женщине, точнее, в проститутке. Судя по всему, на сеансе живописи с Караваджо работала женщина по имени Филиде Миландрония, и он влюбился в неё. Проблема была в том, что Томасони был её сутенёром, и Караваджо это оскорбило. Он чувствовал необходимость бороться за её честь, что означало кастрацию Томасони. Проблема, как оказалось, заключалась в том, что прекрасный художник Караваджо был не очень хорош в кастрации, и вместо этого он перерезал бедренную артерию своего противника, в результате чего тот истёк кровью и умер. Еще раз, Караваджо убил сутенёра, перерезав ему артерию, когда собирался отрезать детородный орган. Возможно, поэтому черепашку ниндзя не назвали его именем. – Привет, крюлый мир! Великий греческий философ Аристотель, безусловно, был мудрым человеком. Но в контексте женщин он был похож на многих древних философов – абсолютным женоненавистникам, практически не имевшим представления о том, о чём он говорил. – Философизируй с ним! – Все, что мы имеем, – это пыль в небе, чувак! Согласно эссе Шарлотты Витт, феминистская история философии, взгляды Аристотеля на женщин выходили за рамки типичного сексизма. По мнению философа, женщины едва ли были даже людьми, в лучшем случае они были деформированными мужчинами. По какой-то причине он решил, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, что делает их неполноценными. Но это явно не соответствует действительности. И пускай женщины рожают детей, они вносят только материю, а не форму в рождение потомства. Другими словами, они рожают детей, но только мужчины могут превратить их в настоящих людей. Конечно, это может произойти только в том случае, если ребёнок – мужчина, потому что, и это слова самого философа, женщина, возможно, существо низшего сорта. Однако, возможно, в его голове не было слова возможно, потому что он был просто козлом. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!